Если хочешь быть здоров, не купайся. По крайней мере, в аквапарках, в которых не соблюдены достаточные меры безопасности. Этот урок на себе выучил маленький Артём Филиппов. Семилетний мальчик пошёл вместе с папой в аквапарк, а уехал оттуда на медицинских носилках. При спуске с горки малыш просто вылетел за её борта и упал на бетонный пол. Вот две сетки вот эти повесили, вот оттуда он и вылетел. То есть этих сеток не было. Это уже после случая они повесили. Упал он вон туда вниз, под эту горку, за вот этим круглым унитазом, грубо говоря. Вот там снизу, вот она, грубо говоря, плитка. На неё он упал. Там был жесткий поворот. Я вылетел. Когда приземлился, мне было больно. Я думала, когда приземлился, я переломал кости. Ребёнок лежит и кричит, собственно говоря. То есть он лежал практически, не шевеляясь просто. Ну вот он единственное, говорю, его спасло то, что он был вот в таком буржевете. Медик, было два человека. Один из них явно администратор, второй может быть медсестра, но к ребёнку она ближе, чем на метр не приближалась. У ребёнка был я и ещё мужчина, который, да, первый подошёл. Не знаю, может быть, то, что у них на сайте висит до сих пор объявление о том, что ищется медсестра. Может, там и не было никакой медсестры в тот момент. Нас отвезли в Кистовскую ЦРВ, сделали кучу рентгеновских снимков. Предварительный диагноз поставили. Ну, помимо мелочей там с локтевым суставом, коленом и прочим, это самый главный, это был компрессионный перелом позвоночника. Аквапарк не работает. Да, позовите. Аквапарк не работает. Руководство тоже не работает. Все отпущены в административные отпуска. Что вам ещё сказать? Давайте разберёмся. Руководство на месте. Молодые люди, я не буду... На месте, я вас проведу. В данный момент, в данный момент, аквапарк не работает. Почему сетки изначально не висели? Молодой человек. Вы же администрация, правильно? Это технический вопрос, понимаете? Я сейчас, сейчас аквапарк не работает. Вам 10 раз уже повторить? Вы объясните, мне все... Я ничего вам объяснять не буду. Аквапарк в данный момент закрыт. Всё, до свидания. Да не толкайся, что вы так грубо ведёте. Потому что вы не понимаете русского языка. Пойдём, где вы ходите? Да мы уйдём, да что вы? Выходим, выходим. Нет, это вы нас, ребята. Выходим, пожалуйста. Да секунду, выйдем мы. Выходите, выходите. Вы, сайты, секунды. Вы, сайты, секунды. А можете представить? Не ты, а вы. Мы с вами водку в бане не пили. Ну и в дальнейшем от аквапарка, говорю, я получил всего два звонка. Один в тот же день, что они собираются провести внутреннее расследование. Что готовы оказать моральную, материальную поддержку. В чём она выражается, я, правда, до сих пор не знаю. Второй звонок их был уже через несколько дней, когда я писал им в официальную группу ВКонтакте. Я просил результата узнать этого расследования. Правда, посты оттуда стирались, но уже на электронную почту отправлял письмо. После этого мне позвонила девушка, не знаю кто, администратор или кто-то. То есть она сказала, что внутреннее расследование проведено, спроведено много спусков с участием инструкторов. То есть, что подобного у них не получилось такое создать. То есть как это вышло, они не знают. Что они связались с производителем, тот тоже утверждает, что всё в порядке. Хотелось просто какое-то участие, а не вот эти вот там два звонка, которые просто вымучены откровенно. Кстати, к счастью, у Артёма Филиппова страшный диагноз о переломе позвоночника не подтвердился. В детской областной больнице ему провели полное обследование, но ребёнок после случившегося всё же некоторое время восстанавливался после сильного ушиба. Папа Артёма намерен добиваться справедливости. Он написал заявление в прокуратуру и полицию. И если это будет необходимо, обратится ещё и в суд.